Здравствуйте! В эфире телеканала Карибуслужба новостей в студии Анны Корнетова. В этом выпуске вы увидите. 65 лет Магаданской области. 3 декабря Колыма отмечает юбилей. Мой бизнес-центр оказания услуг предпринимателям открыли в областном центре. Знай, чтобы жить, в Магадане провели акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом. 3 декабря Магаданская область отмечает юбилей. Со дня образования региона прошло 65 лет. Что дальше ждет регион и каким видят будущее Колымы жители областного центра, узнаем в проекте «Народное мнение». Магаданская область отмечает юбилей. 65 лет позади. Что впереди, на Ваш взгляд? Все. Карьера, открытость, развитие. Магаданская должна развиваться область горно-промышленная. Ну, думаю, все так же и будет. Жить будем. Дальше жить будем. Живем уже 50 лет и так же будем жить. Магадан – очень хороший город. Нужно развивать туризм, нужно развивать производство местных продуктов. У нас богатый край. Иван-чай, кедровые орешки, ягоды собирать. Больше развлечений, куда можно сходить в городе. Ну, да, кстати. Побольше спортивных секций, чтобы открывали, доступных для молодежи. Может, строить что-нибудь новое будет. Улучшение чего-нибудь. Например. Строить новые дома, строить новые парни. Ну, аэропорт. Рыбное промышленное, золото. Да. Только грамотного руководителя лишь бы был. А так, я думаю, есть. Чего бы вам хотелось, как жителям Колымы, здесь видеть? Ну, как развитие. Город процветал. А то вон возле моря посмотрит, что творится. Помойка. Ну, чтобы в Магадане было так же хорошо, как и сейчас. Здравствуйте. Как вы думаете, какое будущее в Магаданской области? Ну-ка, светлое, светлое будущее в Магаданской области. Процветает край наш. Надеемся на лучшее. Надеемся, как бы сказать, что экономика поднимется. Какие-то откроются заводы, фабрики. Дороги лучше станут. Ну-ка, Магаданская область будет процветать. Будем жить, как на Марсе, как говорят. Магадан есть, был и будет. Мой бизнес. В Магадане открылся Центр оказания услуг предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело. Здесь, по принципу одного окна, колымчане могут узнать ответы на все самые актуальные вопросы для бизнесменов. Например, как получить финансовую поддержку на местном, региональном и федеральном уровнях, какие налоги и сборы существуют и когда их нужно оплачивать, а также какими правами и обязанностями обладают налогоплательщики. Кроме того, в Центре «Мой бизнес» помогут воспользоваться государственными и муниципальными услугами, зарегистрировать юридическое лицо или недвижимость, разобраться в актуальных интернет-платформах для предпринимателей. Помимо прочего, здесь открыли бизнес-зал, где можно провести переговоры, деловую встречу или воспользоваться необходимым оборудованием. И все это абсолютно бесплатно. План развития у нас расширяет перечень услуг, которые помогут нашим бизнесменам, нашим предпринимателям в своей деятельности. В начале декабря особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья. В эти дни уже традиционно проводят декаду инвалидов. В череде мероприятий, приуроченных к этому событию, прошла выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Ее провели в муниципальном центре культуры. На открытии побывала наша съемочная группа. Редактор субтитров А.Семкин Во всем мире 1 декабря отметили день борьбы со СПИДом. Магадан не остался в стороне. Медики напомнили горожанам о необходимости предотвращения глобального распространения этого страшного заболевания. В областном центре провели акцию «Знай, чтобы жить». Экспресс-тестирование на ВИЧ, определение холестерина и сахара в крови, консультации специалистов, раздача буклетов и красных ленточек. Все это провели в рамках акции «Знай, чтобы жить». Мероприятие организовал Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД совместно с Центром медицинской профилактики. К ним присоединился наркодиспансер, медколледж и молодежные общественные организации. В то время как врачи оказывали горожанам медицинские услуги, ребята-волонтеры выясняли, что узнают магаданцы о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Люди достаточно много знают о профилактике, потому что проводится очень много мероприятий по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Некоторые люди, ну это вот прям выходило за рамки нашего понимания, некоторые отвечали, что ВИЧ это не заразная болезнь, что она может передаваться при рукопожатиях или при, когда люди едят с одной посуды. Из-за того, что некоторые до сих пор не знают о профилактике и всей опасности этого страшного недуга, в России не могут сократить процент заболеваемости. По итогам доклада Всемирной организации здравоохранения, наша страна в прошлом году заняла лидирующее положение в Европе по числу новых случаев заражения ВИЧ. Из 160 тысяч заболевших 65% – россияне. Может быть это связано с тем, что более позже, чем в Европу пришла эта инфекция. Во-вторых, конечно, там антиретровирусную терапию получает практически каждый ВИЧ инфицированный пациент. В сожалению, в нашей стране пока этого нет. Для того, чтобы хоть как-то повлиять на эту печальную ситуацию и проводят такие акции. Чтобы как можно больше людей узнало о том, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается и как от нее защититься. Ведь предупрежден, значит вооружен. Анна Корнетова, Михаил Стройкин. Специально для службы новостей. Не дай себя обмануть. Флешмоб по таким названиям провели полицейские совместно с танцевальным центром онлайн. Цель этого мероприятия – профилактика дистанционных мошенничеств. Как это было, смотрите далее. Осторожно, мошенники. Не дай себя обмануть. Далее информация о погоде. Не переключайтесь. На этом у меня все. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Дельные щиты. Евровагонка и Блокхаус. Все это по демократичным ценам. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Магазин «Герлеон». Улица Наровчатова, 21. База «Усис». Склад «Герлеон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова